здравствуйте водолей это еженедельный расклад на таро для вас неделя с 4 по 10 мая тема недели двойка мечей какие-то сомнения для кого-то это может быть знаете когда внешне человек выглядит абсолютно спокойным а внутри он напряжен то есть такая если туда углубиться то себя можно вообще смог с ума свести потому что попытка принять какое-то решение в таком состоянии вообще кстати хочу заметить подали на этой недельки все младшие арканы то есть неделя пройдет так вот раз она самая простая рабочая обыкновенная для многих но вот это может быть то если углубляться и пытаться что-то решить то голову сломать можно по этой карте поэтому это вот какое-то присутствует внутренне внутреннее напряжение когда человек очень сильно полагается на логику на ум там надо расслабиться немножко да и поверить в свою интуицию довериться интуиции дом семья пятерка жезлов это может это не негативная карта вот все таки она больше это конечно может быть могут быть споры конфликты не боли легкие не не это же не пятерка мечей то есть не страшные шума может много очень дома быть очень много шума потому что но какие-то такие упреки вот чего ты посуду не помыла я теперь стою и мою такого рода то есть итальянские страсти мордасти порой по этой карте то есть много шумят потом как бы все налаживается любовь отношения королева пентаклей девочки водолеи конечно же ну во первых для всех абсолютно девочки и мальчики карта позитивная в любви отношениях почему потому что она такая практичная я бы сказала да это нормальные теплые взаимоотношения вполне приземленные какая-то взаимопомощь какая-то забота друг о друге для мужчин некоторых да это может быть женщина не обязательно но возможно знак земли то есть там телец дева козерог которая такая вот очень симпатичная то есть в ваших глазах она выносит как немножечко аристократичного вот вот такой внешности аристократки у нее ну ваших глазах она по крайней так выглядит то есть она вам нравится она привлекательная она сексуальная но не в таком не вызывающим ключе а вот больше как манящее знаете работа работа карьера четверка же свой фугас где четверка пентаклей совсем уже я устала просто четверка пентаклей это у нас обсто обстановка на работе для тех кто работает она совершенно спокойная стабильная даже немножко скучновато и но может у некоторых присутствовать по этому сочетанию как бы знаете как боязнь перемен я бы так сказала да не желание двигаться или страх потерять свое вот уже насиженно определенное какое-то рабочее место опять-таки угроз здесь лично я никаких не вижу в этом раскладе да но вот эти сомнения я вижу да и какие-то внутри внутренние напряжения терзания деньги финансы троечка кубков но это трата денег в свое удовольствие да это пошли немножечко так даже легкомысленно не к себе позволили чего-то купить то есть эта карта удовольствие в любом случае на этой неделе в водоле и вы не будете испытывать каких-то там по поводу финансов терзаний то есть вот эти вот ваши внутренние напряжение может быть связано с домом да если что-то например вы просто не успеваете или там кто-то постоянно спорит и вам приходится там как говорится как бы так лишний раз не вызывать этого шума и или например к работе то есть вы например если поетесь по каким-то причинам что не дай бог ситуация поменяется или что-то в этом духе в карте испытаний двойка пентаклей двойка пентаклей это для некоторых будут воистину испытания на этой неделе огромное количество телефонных звонков разного характера суеты будет много знаете я обычно называют такой ну потому что суета она не бывает толку бестолковой суеты и могут быть маленькие но правда маленькие но их может быть несколько в таких глупые препятствия типа выскочила за порог блин зонтик забыла надо вернуться то есть пока там все двери открыла там побежала за зонтиком вот такие маленькие препятствия они могут просто на этой неделе вас ну вырубить к концу недели вы поймете что да сколько ж можно то вот вроде бы мелочь то но вырубает сегодня я использую магический оракул оракул ангелов для водолеев и водолеем досталась карта возвышенная мысль лестница уходящая в небо и там божественный свет эта карта больше всего говорит о том что все негативные мысли я думаю что она очень хорошо как раз эту двоечку мечей пытаются высшие силы до убрать если вы испытываете какие-то негативные чувства не какие-то сомнения надо что-то сделать с этим либо вот такой вот как раз и глупость и удовольствие шоппинг легкие да хотя бы пусть там не супер затратный но немножко хотя бы себя развлечь отвлечь либо выйти на природу потому что если у вас вот так вот много суеты и накапливается какой-то стресс то просто необходимо мыслить позитивно вот о чем еще эта карта говорит то что возвышенные мысли позитивный настрой позитивные мысли которые надо сохранять потому что сейчас я вам объясню вот это вот над это напряжение все-таки как ни крути да или потому что здесь мы напряжены здесь мы боимся такая у нас как бы какие-то рамки у нас да и мы пытаемся эти рамки удержать то есть напряжение стресс надо снимать на природе общением с друзьями или позитивным позитивными мыслями все негативные мысли надо вычистить и просто спокойно прожить в принципе неделя неплохая так что подали я желаю вам удачи вот